Евгений, я хочу сегодня с тобой поговорить на очень интересную, очень важную тему, как влюбить себя мужчину или женщину на первом свидании. И если, например, посмотреть какие-нибудь видео на интернете, такое количество видео, как влюбить себя любого мужчину, или как влюбить себя любую женщину, или как соблазнить мужчину, или как соблазнить женщину на первом свидании. И масса всего такого есть. У меня такой вопрос к тебе. А нужно ли вообще влюблять? Как хочешь. Слушай, ну правда как хочешь. Я не верю, как тренер, ну хороший тренер по продажам, я не верю, что можно продать кому угодно и что угодно. Но это просто неправда, недобросовестная реклама. Точно так же я считаю, что невозможно влюбить в себя любого и так далее. Можно повысить вероятность. Дело в том, что влюбленность это вообще аванс. Это такое проективное чувство, когда мы проецируем друг на друга свои самые прекрасные ожидания. Это не любовь, это не чувство к реальному человеку пока. На стадии влюбленности мы целуемся, в общем, каждый сам с собой фактически. Можем даже сексом заниматься, в каком-то смысле каждый сам с собой. И шанс на любовь появляется в момент разочарования, когда, ну вот, влюбленность, ну, очарование, очарованность расходится, и мы начинаем наконец-то видеть реального человека, не свою фантазию о нем. Но влюбленность, вот это проективное взаимное чувство, это прекрасный аванс, шанс, чтобы люди как-то подошли, сблизились и лучше друг друга узнали. С этой точки зрения, почему бы нет, если что-то увеличивает вероятность такого сближения. Нормально, мне кажется. Жень, а как появляется очарование? Давай с тобой сейчас поговорим, как появляется очарование через наше состояние, или как мы можем передать другому человеку наше состояние, и что, может быть, это поможет, например, нам его влюбить, если вдруг мы захотим, чтобы, например, кто-то в нас влюбился. Ну, ты знаешь, я сейчас перед нашей встречей вспоминал, а у кого именно я читал, там, достаточно много хороших учебников по социальной психологии, по-моему, у Элиотта Аромсона. Исследования проводили, а что, ну, экспериментально, там, статистически способствуют влюблению. И, насколько я помню, три главные вещи. Одна – это похожесть. Больше вероятность, что мы влюбимся в людей, которых, ну, опознаем как похожих на нас там по разным параметрам. Второе – это чистота предъявления. Чистота предъявления – это как в рекламе. То есть наиболее эффективна не та реклама, которая берет там призы, там, всяких наград и фестивалей, а самая простая, которая просто много крутит. Даже надоедливая, раздражающая. И достоверно, даже если речь идет о студентах, если человек просто мелькает где-то перед глазами в аудитории, то есть он проходит, садится на свое место изо дня в день, то вероятность, что он понравится, и ты в него влюбишься, она выше, чем если, ну, какой-то другой человек. Я помню, что ты спросила про состояние, но я говорю сейчас про общие предпосылки, и оттуда перейдем. Вот, с этой точки зрения, когда я в 40 лет был на тренинге по пикапу, как раз скоростному соблазнению, нам говорили один лайфхак, это познакомился с девушкой, и с ней на протяжении, допустим, вечера переходить в разное заведение. Ну, из одного клуба в другой клуб, из одного бара в другой бар, и тогда у нее субъективно складывается впечатление, что есть история отношений, что она помнит себя с вами в разных местах. И я думаю, что это эксплуатация именно вот этого, чистота предъявления. И третий момент, который работает, нам нравятся люди, которым мы нравимся. И вот это как раз ответ на твой вопрос о состоянии. Если это достаточно тонкая такая штука, но она совершенно отчетливая. Когда ты относишься к человеку как к объекту, ну, просто еще один человек, там еще одна девушка, или еще один там молодой человек, или ты относишься как к субъекту. И вот эта разница, она очень тонкая, но когда ее один раз поймал, поймала, ее начинаешь видеть, и тогда появляется возможность ее воспроизводить. Это, ну, вот это, я тебя вижу, и мне нравится то, что я вижу. Вот это, я вижу тебя, именно тебя, и мне нравится то, что я вижу. И фактически техники разговора, ну, собственно, техники, которые приводят к влюблению, они, ну, в том числе делают это. Это и взгляд, это, ну, и интонация, это и направление разговора, и то, как мы слушаем человека. Мы создаем вот эту иллюзию старого знакомого. Мы начинаем общаться с человеком так, как с ним общаются обычно только близкие, родные люди. Но есть имитация, и имитация – это неплохо. Когда очень точная имитация, мы действительно, ну, маска, ставшая лицом, мы входим в это состояние. А потом, когда ты нарабатываешь это, научаешься этому, тогда ты можешь делать это быстро и сразу. Вот реально, ну, это правда нарабатываемая практика, реально видеть человека. И, ну, у психолога практика, у психотерапевта, я думаю, это происходит. Ну, как часть профессиональности. Но этому совершенно точно можно научиться и достаточно быстро. Вот если совсем кратко. Я хочу с тобой отдельно обсудить тему, как разговаривать, о чем разговаривать на первом свидании. А сейчас я хочу немножечко с тобой побольше поговорить по поводу этого состояния. Вот так вообще. Вот ты говоришь, да, я тебя вижу, ты есть. Когда человек идет на первое свидание, очень многие в жутком стрессе. Потому что очень многие хотят на первом свидании понравиться другому человеку. Они хотят, чтобы другой человек был ими очаровлен. И этот стресс, так сказать, не позволяет им, чтобы они были в классном состоянии, в таком состоянии, что ты получаешь от жизни кайп, что ты кайфуешь, и ты кайфуешь от данной встречи также. И как к этому научиться? Ну, смотри, техники влияния, ну, практическая психология занимается влиянием. Как люди влияют на себя и на других людей. Поэтому они универсальны. Я там приводил пример из продаж, а сейчас у меня в голове пример из публичных выступлений. Там то же самое. Если я выхожу, готовлюсь выходить перед аудиторией, и я думаю, как я буду выглядеть, и как меня будут воспринимать, это неприличное слово. Да, неприличное слово. Ну, задница, скажем так. И ключ, он простой очень. Это плевать, как я выгляжу. Плевать, как я выгляжу. Ты важен, вы важны. Ну, в случае публичных выступлений, если уж я выхожу перед аудиторией, то мне важно, чтобы вы получили результат. Может быть, не грандиозный, но что-то, хотя бы одну технику, одну мысль, один поворот мысли, какой-то мой опыт, какие-то мои переживания, что-то, что вам будет полезно. И тогда я думаю не о себе, фокус внимания, а о них и их результатах. И тогда я могу экать, я могу заикаться, я могу быть клоуном, быть смешным, забывать слова, но я становлюсь для них харизматичным. Если я по-настоящему фокусируюсь, если мне действительно вообще-то хоть что-то есть им сказать. Если нет, тогда зачем выходить? И это правда реально дает харизматичность. Я думаю, скорее всего, любому человеку. Вот это искренняя фокусировка на другом. И состояние «хочу, но не нуждаюсь». Я правда хочу понравиться, хочу произвести хороший эффект, но я не нуждаюсь. И еще одна мысль, которая меня здесь очень поддерживает, не вставать на цыпочки. Но, допустим, мне получится, если мы говорим про какое-то индивидуальное общение, допустим, я веду там одновременно 18-20 клиентов, как психотерапевт, уже там 3 года, это практика именно психотерапии. И понятно, когда первая встреча, первый контакт, это все равно немножко принюхивание друг к другу, и мы об этом говорим, подойду я человеку или нет, это нормально. Но, понимаешь, если я буду стараться изображать из себя кого-то не себя, пытаясь подстроиться под ожидание о прекрасном психотерапевте, ну и у меня действительно будет много стресса, а самое главное, мне тогда и дальше придется все наше общение, сколько оно будет продолжаться, а это может быть и месяцы, и годы, все время с этим человеком вставать на цыпочки. И это, ну, дурь несусветная, и ничего хорошего, никакого удовольствия и пользы не получит тогда никто. И я думаю, что при свидании, если речь идет о том, чтобы возможность влюбить и влюбиться, и возможность как-то эти отношения разворачивать дальше, пусть меня увидят настоящим или настоящий, да, со всеми выпуклостями, впадинками, там, несовершенствами и так далее, либо человек очаруется этим, мной, настоящим, ну, либо нет, и слава Богу, и очень хорошо, спасибо, следующий, там, следующее. Скажи, пожалуйста, что такое быть настоящим? Я сказала, что человек очаруется, мной, настоящим, ну, например, вот я просто, про себя сейчас так надо думать, какая я настоящая, там, например, я и мать, я и подруга, я и преподаватель, я и автор книг, то есть масса всего, что есть во мне, и все это настоящее. И когда идешь на свидание, то какую свою грань приносить на самое первое свидание? Я думаю, то, которое прямо сейчас разворачивается на эту ситуацию, прямо сейчас я, ну, вот в этой ситуации, это, кстати, ну, гештальт-подход, он вообще очень про это, про то, что, собственно, ну, мы, наша психика возникает в контакте с ситуацией, с происходящим, между организмом и средой, вот, то, что возникает в эту секунду, в этот момент, это и есть наша психика, как таковая. Но это Бог с ним, это просто конструкция, но он, мне кажется, ну, точно отражает какую-то грань происходящего. Вот, ну, вот сегодня я встал, там встала с утра, вот у меня сейчас такой период жизни, такое настроение, я сюда шла и шел, я встречаюсь с этим человеком, и, ну, вот, тот так, какой, какая есть. Для меня быть настоящим, это, во-первых, знать свою реальность, ну, себя в полярностях, в противоположностях, что, допустим, я могу быть ласковым, внимательным, нежным, а могу быть раздражительным и замкнутым. И то, и другое, это очень про меня. И я думаю, людям это вообще свойственно. Вот, и быть настоящим, это знать и принимать, и не скрывать ни ту, ни другую свою сторону. Но не от себя, ни от других людей. Что я и злой, и раздраженный, угрюмый, бука, это я. И я такой себе тоже нравлюсь. И если мы будем с человеком взаимодействовать, обязательно он достаточно быстро встретится с этой моей стороной. И я себя и такого люблю. И нежный, ласковый, поддерживающий, внимательный, заботливый. Это тоже я. И для меня, ну, вообще, если речь идет о каких-то отношениях близких, неважно, это на одну ночь, это на месяц или на всю жизнь. Близкие отношения открытые, искренние, построенные на взаимной выгоде. Ну, не в смысле там монетами обязательно обмениваться, а выгодит то, что я могу прямо сказать, что я хочу в этих отношениях, а чего категорически нет. А что мне неприятно. Не настолько, чтобы из них выходить, но я это не буду скрывать. И тогда я настоящий, это, ну, я, который знает, замечает свои полярности, готов их предъявлять, готов спокойно о них говорить. Ну, если я не замираю в стыде, если я не пытаюсь там какую-то свою половину не показать, а в стрессе, в стыде замираю и пытаюсь предъявить только другую половину, тогда я не настоящий. Ну, нафиг надо. Так неинтересно. Зачем такие отношения? Я с тобой согласна. Я с тобой согласна. Так неинтересно. Я помню, у меня лет 20 назад был один мужчина, мы с ним были вместе по Таргуду, и когда он на первом свидании узнал, вернее, даже в письме от меня узнал, что я люблю театр и оперу. За первые полгода мы с ним пошли в оперу шесть раз, причем он покупал билеты. Потом через какое-то время выяснилось, что он терпеть не может. Ни театр, ни опера, все это делалось ради меня, для того, чтобы меня поразить. И это долго, естественно, ну, полгода это может быть, может быть, а дальше... А потом, слава богу, разочарование. Слава богу, люди встречаются настоящие. Ты еще сейчас, когда говорил, ты говорил по поводу любви к себе. И очень часто люди, и я с этим сталкивалась и на тренингах Владимира Виноградова на выездных, и в университете практически психологии, и в различных других тренингах, часто не понимают, что такое любовь к себе. Некоторые люди думают, я люблю себя, вот сейчас выпью столько, чтобы про все забыть, или я буду спать там до 11 утра. Что вообще такое любовь к себе? Ну, смотри, я скорее внутренне я не использую такое выражение любовь к себе. Ты сказал, типа того, что принимать любви к себе в разные стороны. Да, да, ну, да, поскольку у нас вообще контекст там про любовь и влюбленность, может быть. Ну, смотри, для меня есть просто здесь две стороны, как это решается, что если я буду к себе хорошо относиться, то я не буду развиваться там и так далее. То, что есть самооценка, есть самоотношение. Ну, то есть, ну, допустим, самооценка. Если у меня на носу выскочил прыщ, то я оцениваю свою привлекательность ниже, чем когда у меня на носу нет прыща. И это, ну, достоверно. Это самооценка. Без прыща у меня пятерка, с прыщом четверка. Вот. И самооценка, это, ну, прям очень здорово. Но самооценка, это всегда про какие-то определенные грани. Поведение, там, характера, таланта, умения, там, уровня заработка и так далее. Вот. А другая сторона, это самоотношение. Так вот, самоотношение, это отношение к себе в целом, как к личности. И самоотношение, здоровое, с моей точки зрения, это может быть, как, ну, отношение у нормального, хорошего родителя к своему ребенку. То есть, да, я буду стараться ребенка как-то, ну, и ограничивать, где-то ему ставить границы и развивать, мне это интересно, это мое творчество и так далее. И злиться на ребенка буду и так далее. Но при этом я к своему ребенку, безусловно, отношусь с ясным уважением, искренней теплотой и нежностью. Я люблю его. Это мой ребенок. Даже, когда я на него злюсь. И вот отношение к себе, как отношение хорошего родителя к своему ребенку. Или, ну, как друга. Мне нравится средняя дочка, Настя говорит, она там, вот уже почти уходит на психотерапию и она говорит, одна из вещей, которые ей психотерапия очень помогла, нравится, что я научилась относиться к себе как к другу. Это то же самое. Вот это самоотношение, что что бы ни было, как бы я не накосячил, какие бы я там ошибки не делал, даже если я там подвожу других людей серьезно. Если у меня там два прыща на носу скачило, я один на лбу еще, я к себе, как к личности, отношусь с ясным уважением, теплотой и, возможно, нежностью. Вот это вот. И эта позиция незыблема. А свои оценки по конкретным параметрам, да, если мне это важно и я это хочу, я буду стараться повысить и что-то изменить. Если мне не нравится, что я лежу до 11, я буду вставать в 7 утра. если нравится, я буду лежать до 11. Но независимо от этого, я к себе отношусь хорошо. И вот это. И, кстати, если говорить о состоянии, то это состояние очень привлекает других людей. Это какая-то внутренняя гармония. Когда я с собой дружу, когда, ну, понятно, что у всех людей есть внутренние конфликты, поскольку мы живые, но вообще в большой степени я с собой дружу. И вот это очень привлекательно. Это на самом деле состояние счастья. Это состояние. Можешь парочку техник дать тем, кто будет нас слушать, как можно это состояние в себе, так сказать, развить? Не только перед тем, как идешь на свидание, вообще, чтобы жить в такой гармонии, чтобы жизнь была в кайф, чтобы ты себе был в кайфе, но тем, потому что ты сам от себя кайфуешь, да, и что ты сам с собой, у тебя с собой главное отношение. Слушай, я тебе дам сейчас такое ощущение, что я сейчас буду шалить, потому что ответ, он такой он такой психотерапевтический скорее. Отчаяться, но он очень точный. Вот как я к этому шел, в огромной степени, когда правда хочешь, ну вот в моем примере, правда хочешь быть теплым, открытым, заинтересованным в людях, а снова и снова обнаруживаешь себя там замкнутым, ожесточенным, раздраженным, там, букой и так далее, и пытаешься, 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 ну вот нет, вот быть только таким, а не быть таким. И когда ты уже там венный раз разбиваешь себе лоб и уже ненавидишь себя за то, что, ну вот, не можешь вот это вот как-то выжечь коленым железом, вот наступает отчаяние, беспомощность, потеря надежды, начинается работа горя, которая исходит, ну, имеет своим исходом принятие. А что такое принятие вообще, как результат работы горя? это когда ты принимаешь реальность и не просто смеляешься с реальностью, это другое, это на выходе, ну, если кто-то переживал и замечал себя в такой момент, когда переживаешь какую-то потерю, там, какое-то расставание и так далее, ну, принятие возраста, ну, вот там, тебе уже там не 29, а 30, о, там, или там не 49, а 50, о, ну, и так далее. Это же тоже какая-то потеря. И наступает вот момент принятия, это когда тебе хорошо в новой реальности. Вот ты это переживаешь, как у тебя крылья за спиной разворачиваются. Да, это твоя реальность, у нее такие границы. Ты неизбежна, я неизбежно буду в какие-то моменты раздраженным. Бог, это часть моей идентичности, это часть меня. Но мне с этим хорошо в моем мире. И те люди, которые меня знают и любят, знают и любят меня именно таким. И это, ну, нормально, это возможно, это часть меня. И то, что меня еще поддерживает, это нормализация. Ну, вот, отчаяние и нормализация. Потому что я понимаю, что это не только про меня. Даже если кто-то делает какой-то прекрасный, прекрасный фасад, но слушай, как психолог, который третий десяток лет там профессионально занимается, я понимаю, что, ну, не что человеческое, никому из людей не чуждо, совершенно. У нас у всех бывает всякое. И тогда я отношусь к себе, ну, в этом с уважением, теплом и интересом. И это такое состояние, оно еще имеет очень интересный эффект. Когда я себе нравлюсь, то ничего не хочется менять в своем прошлом. Но вот оборачиваешься назад, и там какие-то коллизии, ну, мы, допустим, с женой разводились, там почти два года были в разводе, сейчас 21 год уже снова вместе, и не закрытая тема, и ни я, ни она не сожалеем о том, что мы разводились. Там со всем горем, там со всей болью, потому что это, и все другие события нашей жизни привели нас к тому, какие мы сейчас. А какие мы сейчас, мы себе нравимся. Поэтому не надо там ничего менять, это все. И вот смотри, опять, вроде бы я говорю не о техниках, я говорю о процессе. Вот, но это правда, ну, достаточно точное описание того, что можно проживать, к чему можно приходить, и то, что очень нередко оказывается притягательным для других людей. Ну, это, знаешь, вот такая еще штука, которая повышает нашу привлекательность, это здоровье. И здоровье, как юность, молодость, чистая кожа, там хорошие мышцы, там, я не знаю, широкие бедра у женщин, а признак фертильности, возможно, там достаточное количество, высокое эстрогено. но душевное здоровье, оно точно так же привлекательное. Вот, а техники, ну, совсем техники, техники, это, сейчас скажу, ну, мне очень нравится техника противоположной рассказы о себе, когда я могу вслух, именно вслух, себе, ну, а желательно кому-то другому, рассказать, ну, про какую-то одну свою полярность, потом про другую. Ну, условно говоря, рассказать, что, ну, на самом деле я трус, и рассказать об этом очень убедительно, опираясь полностью на факты своей биографии, аргументы, так, чтобы все это было правдой. А потом рассказать противоположный рассказ о том, что я смелый, отважный человек, точно так же. И здесь фишка в том, что то и другое правда. И вот, когда я об этом рассказываю и позволяю себе прикасаться очень глубоко с одним рассказом, и с другим рассказом, то я, ну, тогда, ну, я перестаю бояться соприкасаться с какой-то из этих правд. У меня, ну, я не переживаю тогда стыд от того, что я правда разный. Я могу рассказать о том, что я вообще не мужик. Вообще, там, по таким-то, по таким-то, по таким-то параметрам не соответствую там мужскому гендеру. Там, ну, не свиреп, не вонюч. Вот сейчас ванну принял, извини. И уже, да, и уже не волосат. Вот. А еще эмоции у меня есть, и я не стесняюсь их показывать. Ну, вообще, не мужик. Ну, ну, ну и так далее. Вот. А потом могу рассказать там про свою мужественность. Два года во футском страйбате на Дальнем Востоке служил, служил. Пять детей родил, родил. Там, я не знаю, деньги в семью зарабатываю, зарабатываю. Мужик. Вот. И тогда и с теми, с другим я могу совершенно спокойно соприкасаться. С тем, что я неудачник, или с тем, что я счастливый человек. Вот эти противоположные рассказы о себе, если ты их себе можешь рассказывать, принимая ту и другую свою сторону, то ты другим совершенно спокойно можешь это рассказывать. Потому что, ну, даже не про то, что, как что-то плохое, а как свою грань. Интересно, во мне есть и это. И эта часть меня. И без этого я был бы неполным, без этого я бы не был собой, а я себе нравлюсь. Ну, вот это. Это очарование дает. Это очаровательно на самом деле. Да, я могу себе представить, когда слышишь по поводу того, Петруса, а потом тут же, что, техрадор. Я как-то слушала один твой вебинар, на котором ты говорила по поводу того, в течение пяти минут, почему ты лузер. Типа такого было. А потом прошло то, что почему ты победитель. И года два, наверное, назад был этот вебинар, и я просто была поражена, насколько ты мог откровенно говорить по поводу каких-то своих таких сторон, которые многие, может быть, и скрывали бы от других людей. И вот для меня, например, когда человек про это говорит, то это достойное восхищение. Достойное восхищение, и мне кажется, что это действительно может влюбить другого человека, когда ты смотришь, он или она не побоялись рассказать по поводу того, что была совершена какая-то там ошибка, было не на высоте, а потом рассказываешь про что-то совершенно другое. Знаешь, я думаю, если говорить о процессе свидания, то если мы не боимся раскрываться, и ни ежисть, ни корчесть, без страха о том, что ну вот я такая и такая и такой и такой. У второго человека на этом свидании очень много облегчения возникает, что расслабление, что тогда тоже не нужно стараться быть идеальным или идеальной. Не надо стоять на цыпочках, уходит страх, если ты себя прямо открыто, спокойно предъявляешь в разном, в том, что может показаться стыдным в том числе, то тогда уходит вот этот стыд, страх осуждения, отвержение у второго человека. Это не гарантировает того, что будет взаимное влюбление и разовьются отношения, но это дает очень хороший шанс, потому что сразу быстро убирается вот эта нахлобучка из стыда и вины за свое несовершенство, стресса, тревоги, что меня сейчас раскусят какую-то мою внутреннюю неидеальность, а когда два человека действительно расслабляются и смотрят друг на друга с любопытством, там правда что-то может интересное произойти, если вообще между ними может произойти, то шанс на это очень хороший. Я тут рассказал по поводу того, как можно делиться какими-то историями, причем совершенно противоположными. У нас же огромное количество различных историй, давай сейчас немножко тогда пообсуждаем тему «Как влюблять другого человека?» Начало это говорить через нашу речь и через то, как мы говорим, о чем мы говорим, какие истории при себе рассказывать. Я проходила массу программ, и сейчас я обучаюсь уже в третий раз на дистанции Эмилии Васильевны Гончаровой название этой дистанции «Все про любовь». Например, в каких-то программах Эмилии Васильевны была, это программа Филиппа Литвиненко была, он, например, говорит, что вам нужно про себя прописать массу историй, какие вы будете говорить. Раз идешь на первое свидание и тут же подтаскиваешь эту историю из своей сумочки и начинаешь говорить. Как ты относишься к этому, чтобы иметь какие-то истории, которые у тебя уже зафиксированы в голове и что если тебе задается один вопрос, ты отвечаешь так, если задается второй вопрос, ты отвечаешь по-другому. Я адепт другой секты. Я не прорассказывать, я прорасспрашивать. Я вполне много конфессиональности. но ты знаешь, я понимаю логику и действительно, опять, если проводить аналогию с продажами, то говорят, что продавец это рассказчик историй. Это правда. И когда я продавал и продаю, то я могу какие-то истории рассказывать, излюбленные, и каждый раз я в это погружаюсь эмоционально, как будто бы в первый раз, и это тоже техника, вот вхождение в это состояние, чтобы вот все самому полностью погрузиться, и тогда очень живые эмоции идут. Но ты знаешь, для меня это идет вторым эшелоном. И там, по-моему, все-таки смотри, все-таки в этом какая-то есть объектность. Ну, возвращаясь к началу нашего разговора, первый раз я гештальт-подходом вообще с этой тонкой гранью между субъектностью и объектностью познакомился, по-моему, в 2004 году, когда к нам в Архангельск приезжал гештальтерапевт с обучением для психологов, там 4 дня, по-моему, было, и вот он вызывает добровольцев, и я, как всегда, я! Ну, приглашает, я сажусь рядом с ним, и он говорит, ну, какая у вас проблема? Ну, я тогда еще не был синтоновцем, но в душе, видимо, уже, я говорю, у меня нет проблем, зачем тогда сели? Я говорю, ну, вы сказали добровольцы, вот я и сел, ну, хорошо, ну, вот, что как-то может быть вас заботит, и я, ну, там был бизнес-тренером, и я говорю ему, ну, вот у меня там бывает то-то и то-то в работе, а мне бы хотелось, он, вы не здесь, ну, ну, продолжайте, ну, и вот, я хочу там то-то, то-то и то-то, вы не здесь, я уже начинаю психовать, посмотрите на меня, говорит он мне, я на него смотрю, что вы видите, а я такой уже злой, я говорю, ну, я вижу не молодого мужчину, он говорит, так, что еще, я вижу морщины на коже, он говорит, так, что еще, ну, вижу борода в конус, он говорит, так, хорошо, вот, и вот эта тонкая грань, когда я говорил какой-то текст, заготовленный, ну, то, что я про себя уже знаю, это была все равно какая-то консерва, это я говорил не ему, я был не здесь, не с ним, и есть такая вероятность, что если мы можем красиво, артистично рассказывать истории, это может захватить собеседника или собеседницу, но на каком-то уровне его психика может считывать, что на самом деле это консерва. Это не для него, или это не для него. Это, это, да, это для любого человека, который вот напротив меня сейчас будет, и эта история, но если я не великий артист, ну, будет понятно, что я ее рассказываю не первый раз в своей жизни, а уникальность, то есть, это хорошо, но еще раз, мне кажется, это что-то из второго эшелона. Первое для меня, это интерес, ну, к собеседнику, к собеседнице, ну, ну, ты кто? Ну, ну, там, расскажи. Это могут быть разные вопросы. Технологические, это открытые вопросы, то есть, вопросы, которые там подразумевают развернутый ответ, ну, понятно, закрытые, это которые подразумевают односложный ответ, да, нет названия количества, вот, но это уже чисто технологические вещи, мы добиваемся, стремимся к тому, чтобы человек начал рассказывать о себе, то, что ему интересно о себе, и признак того, что мы делаем это хорошо, ну, то есть, то, что мы достигаем цели, критерий, это монолог, то, что человек говорит, как будто гудит пламя камина, а мы, и говорит о том, что ему интересно, признак интереса, то, что румянец на щеках появляется эмоциональная вовлеченность, ну, ему действительно хорошо, интересно, он рассказывает о себе, а мы его слушаем, мы слушаем его так, что ему понятно, что нам интересно, мы понимаем, мы смотрим в глаза, мы киваем, наклоняемся в его сторону, там, одобрительные междометия, угуканье, отзываемся какими-то своими эмоциями на то, что он говорит, буквально говорим о своих чувствах, эмпатическое слушание, называем его, чувство, с которыми он сейчас похоже говорит, повторяем его слова, ну, собственно, активное слушание, повторение его слов, развернутое или кратко, интерпретация, предположение о том, что стоит за его словами, что он, возможно, прямо не сказал, и это все именно к нему, это не консерва, это именно к этому человеку, и опять тоже маска, ставшая лицом, сначала ты имитируешь, играешь этот интерес, сначала собеседники, тебе не очень интересно, любому человеку, но интереснее всего он сам, это вполне психическая норма, вот, остальные, поскольку они его касаются, там, жизни, вот, и тогда мы в центр свидания помещаем нашего собеседника, ну, или собеседницу, и человек рассказывает о себе, и мы согреваем, и тогда где-то, ну, по моей практике, вот, состояние уже влюбленности, оно возникает где-то через в среднем два с половиной часа, ну, там, плюс-минус полчаса, но где-то через два с половиной часа, когда мы вот так вот человека расспрашиваем, так слушаем, так интересуемся, да, мы отзываемся какими-то своими историями, своим опытом, но мы не помещаем себя в центр, мы отзываемся, как такое самораскрытие, ну, вот, то самое, про себя, что-то настоящее, и про то, и про другое, но что-то, что показывает нашему собеседнику, что мы его понимаем, что это про те ценности, о которых он или она говорит, это про те чувства, переживания, о которых он она говорит, то есть мы отзываемся чем-то про себя, но в том ракурсе, о котором человек о себе говорит, поворачиваемся именно этой стороной, то есть мы ему помогаем спроецировать его самого на нас, ну, вот, как на экран, это не то, что какая-то манипуляция, это на самом деле, можно осознавать, что здесь происходит, можно не называть себе, что происходит, но фактически вот этот процесс влюбления и есть, и тогда, в итоге, через два, два с половиной часа у человека возникает какое-то очень теплое чувство к нам, которое совершенно неадекватно истории нашего знакомства, почему, потому что у человека возникает очень много ассоциаций так интересуются, так смотрят, так слушают, так раскрываются, только очень близкие, родные люди, может быть, его мама только так им интересовалась, да и то не каждая мама и не всегда, и тогда у человека ощущение, что он встретил редкого, уникального человека, который понимает его как никто, а поскольку вот эта иллюзия старого знакомого, вот это мощное чувство близости, это контекст свидания, и вы человек противоположного пола, ну или в случае там гомо-бисексуальности того же пола, бога ради, это внутренняя интерпретация психики происходит, это потому что я влюбилась или влюбился, и мы же себе верим тем выводам, к которым мы пришли, и фактически здесь происходит ровно то, что было обнаружено когда-то в психоанализе Фрейдом, то, что называется перенос, перенос, трансфер, это позитивный перенос, это когда мы переносим на конкретного человека, собеседника, обычно именно такого, который нас очень хорошо слушает, позволяет нам раскрыться, выплеснуться, перенос каких-то чувств каким-то хорошим людям из нашего прошлого, из нашего прошлого опыта, и здесь еще есть обратная сторона, обратная грань, мы тоже в этом процессе влюбляемся в человеке, когда мы так интересуемся, когда ему так расспрашиваем, когда ему так раскрываемся, потому что кроме переноса трансфера в психоанализе был открыт и контрперенос, контртрансфер, когда вот это взаимное чувство и а-а-а, вот это, и это у себя неплохо осознавать и отслеживать. Но в принципе, если вы этому даете добро, взаимная влюбленность, это правда очень хорошая основа для того, чтобы, ну, ваши отношения, ну, чтобы дать им шанс, чтобы они как-то развивались. Опять, как уж вы хотите на одну ночь, на месяц, на годы, на всю жизнь, как пойдет, как захотите оба. Да-да-да, смотри, вот то, что я сказал, и, по-моему, не закончила тогда мысль, маска, ставшая лицом, сначала ты имитируешь этот интерес, ну, изображаешь, а потом получается совершенно волшебная штука. Когда человек начинает раскрываться, когда человек действительно начинает уже там свободно о себе говорить о том, что ему важно, ценно, интересно, там обязательно возникают эмоции. Когда человек говорит о важном, ценном для него эмоции, но тот самый румянец обязательно возникает. И вдруг человек реально становится интересен. Он действительно вдруг раскрывается для тебя, как бутончик. И это правда прекрасно. И этим, ну, уже по-настоящему совершенно остается только восхищаться. и там скорее тебе это подходит или не подходит, и ты ему подходишь или не подходишь, это уже там другие соображения. Но вот это искреннее восхищение, что-то очень прекрасное разворачивается обычно, когда ты так спрашиваешь, а человек так начинает про себя говорить. Ты говорила, это красиво это, чтобы смотреть это интервью, у тебя сейчас вернется, что ты так это красиво описал. Женя, часто же бывает такое, в особенности очень многие мои подписчики или подписчицы психологи. И могут там сказать, вот я буду задавать вопросы, многие же работают психологами, или коучем, это уже мастера вопросов, это уже мастера того, чтобы слушать и в принципе проявляет очень большой интерес к человеку, который сидит напротив пикта. А что будет, например, если я хочу, кто-то может спросить, чтобы и меня бы расспрашивали, а вот я все спрашиваю, спрашиваю, а другой человек раскрывается, раскрывается, как бутончик, я сижу, да, я тоже влюбляюсь, а мне хочется, чтобы и меня порасспрашивали, я знаю, например, один вопрос, который можно задать, я его пора раздавала, а что там, а тебя что бы интересовало про меня Зимон Курланова, что можно еще сказать? И как он помог, например, мне раскрываться, как бутончик? Слушай, мне, допустим, помощь в этом не нужна, мне тоже не нужна. Если ты спрашиваешь про профессиональных психологов, это не вопрос. Мне помощь не нужна, потому что я могу и раскрыться, и раскрыть другого человека. Например, некоторые мужчины, я несколько недель тому назад пошла на свидание, и я себя ощущала в роли психотерапевти, безусловно, то есть я задала вопросы, все они были открытые, и мужчина раскрывался, 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 он просто наслаждался этим процессом, но под конец уже, так сказать, я поняла, что это совершенно не мой человек. Но, например, вдруг я бы поняла, что это мой человек, и мне бы захотелось бы, я не знаю, вот как его побудить, чтобы он меня расспрашивал, я хочу, чтобы ты это рассказал не мне, а отец, слушать, слушай, либо в твое понятие твой человек входит, встроено, то, что он интересует с тобой, вот, и тогда, если твой собеседник на свидании тобой не интересуется, то тебе просто будет понятно, что он не твой человек, нормально, либо тебе это не так важно, ну, и тогда ты просто это замечаешь, обращаешь на это внимание, смотри, я правда думаю, что, опять, если говорить про близкие отношения, опять, даже если какие-то близ отношения, там, условно, на одну ночь, не близкие, мне как-то не интересно, то есть, чисто механический секс, конечно, возможно, но, ну, блин, ну, тогда нафиг влюблять вообще, это вообще про другое, вот, скорее, тогда уж, если нет прицела на какие-то длительные отношения, то секс здесь, это, ну, просто часть узнавания, сближения, какого-то человеческого контакта, прекрасная часть, и тогда тоже, можно прямо открыто сказать о том, что, слушай, ну, мне интересно, а что тебе интересно про меня, что бы ты хотел узнать, какие вопросы ты бы мне хотел задать, но если не интересно ничего, особенно ничего страшного, но если интересно, то что? Для меня, вот, я сейчас спонтанно выдал, если не интересно, ничего страшного, для меня часть близких отношений, человеческих, то есть, открытых, искренних, основанных на взаимной выгоде, ну, определение из францактного анализа, просто мне нравится жутко, это то, что в этих отношениях легко сказать нет, и легко принять нет, и в них, ну, в близких отношениях, мне кажется, важная их часть, это прямо давать, открыто предлагать другому человеку, говорить нет, вот, я также тренинги свои продаю, ну, то есть, понятно, что я строю продажу, но часть нормальной продажи, это на каждом этапе у меня прямо в структуру зашито то, что я даю возможность человеку сказать нет, вот, и, как ни парадоксально, эта продажа помогает, у человека снимается страх недоброжелательного внешнего влияния, он расслабляется, уходит это нахлобучка из тревоги, что ему что-то будет сейчас, пытаться впалить, и если там что-то может произойти, оно происходит, а если нет, ничего страшного, все в порядке. Идем дальше. А как понять, твой ли этот человек или не твой человек? Ты уже на один момент обратил внимание, да, предположим, если для меня важно, чтобы другой человек меня тоже расспрашивал и интересовался, а данный мужчина или данная женщина не интересуется, тогда, может быть, это не мой человек. Хотя, с другой стороны, может быть, он, например, может быть, кто-то стесняется, может быть, кто-то не знает. Извини, пожалуйста, у меня просто ответ пришел, я сразу хочу его выдать. Я думаю, что критерии у каждого человека свои, но вот это мой, не мой, это очень индивидуально. И спасибо тебе за вопрос, я сейчас подумал, что, похоже, что важный критерий для меня, ключевой, это то, что мне с этим человеком не нужно пытаться быть не собой, что с этим человеком мне не нужно вставать на цыпочки, как-то изгибаться в букву ЗЮ, чтобы понравиться, произвести впечатление. Для меня мой человек, это с которым я могу предъявлять себя таким, какой я есть на самом деле. без утяжеления, без изображения чего-то худшего, чем я есть, без стремления создать, намалевать какой-то прекрасный фасад. Ну, вот какой есть. И про эти отношения тоже. Ну, правда, что я хочу об этих отношениях? Если пока непонятно, то тогда это и будет то, чего я хочу об этих отношениях, что я хочу, чтобы мы как-то начали взаимодействовать, а дальше посмотрим вместе. Ну, и то, что обо всем можно открыто говорить словами через рот. Я точно, если у человека здесь какая-то проблемность, ну, скажем так, я точно не готов становиться для него психотерапевтом в личных отношениях и его подлечивать. Скорее, это для меня такой уровень взаимодействия, который может быть действительно открытый, искренний. Ну, принимаем друг друга, принимаем там, что-то не нравится, говорим открыто, обсуждаем. Ну, как-то, ну, не мой человек, кто-то для кого-то оказался. Ну, ладно, ничего страшного, спасибо, было здорово. Я очень хорошо знаю и от тебя, и из твоих вебинаров, и из общения моей дочери Настей, что ты познакомился со своей женой по объявлениям. Да. Это как раз в тему. Вот расскажи, пожалуйста, чем твоя жена Марина, и я очень часто читаю твой пост и в ВКонтакте, и на Фейсбуке, и лайковых, и уже, ну, можно сказать, знакома с ней. Столько фотографий видела Мариной. Как она тебя очаровала? Кем она тебя очаровала? Произошло ли это моментально? Потому что, знаешь, когда я слушаю различные там видеоролики, читаю, прям говорится, что буквально мужчина уже в течение нескольких секунд понимает, что там моя женщина, не моя, работает ли там химия, химия или нет. Как это у тебя было? Ну, я расстался со своей первой любовью, с которой, ну, там глубокие чувства были. Сейчас до сих пор мы с ней дружим, там, в другой город, когда я приезжаю, прихожу в гости, там у нее трое или четверо внуков уже. И, ну, с одной стороны я переживал, а с другой стороны я был уже открыт каким-то новым отношением и прочитал объявление в газете «Северный комсомолец». Маринке было 17, она выпила в компании, у нее после этого было какое-то плохое настроение, она дала объявление в газету. Я не помню содержание, оно было короткое, но как-то она в очень простых строчках, она действительно передала свою суть, свой характер, такой вот, ну, какая-то легкость. Вот, легкость и одновременно, ну, такая, ну, хорошая заинтересованность. Я ответил, оказался одним из больше, чем 70 людей, которые ей написали, она потом рассказала, что по столбочкам раскладывала, там, степень грамотности, там, меняемости. Написал текст, совершенно безумный про смысл жизни, смерть, морг, ну, студент-медик и так далее, ну, меланхолик, а еще интроверт, не сильно умеющий общаться тогда. Вот, но тем не менее, и вот, там, она мне позвонила, я как раз вечером из концертного зала вернулся, водил свою однокурсницу, жену своего другого однокурсника, там просто пары с ней ходили. Ну, вот, ну, тут же вечером, ну, после концерта, чего, позвонил ей, что, я приду, она полностью растерялась от неожиданности, она что, да, приходи, и, ну, вот, 17-летняя девушка, и, мое первое впечатление на первом свидании было о том, что, ну, вообще, хорошая девушка, жалко, что мне не подходит, потому что у нее очки минус 6, и у меня минус 4, а ведь если дети, так это же наследственность, это же, вот, подумал я, ну, как-то уже на втором свидании это стало неактуально. Очень было, правда, здорово, кто приглашал кого на второе свидание, или она? Что-что? Кто приглашал кого на второе свидание? Не помню, мы просто договорились, это было естественно, потому что мы встретились у нее дома, там, поздно вечером, и понятно, что это было только какое-то первое знакомство, что мы когда встретимся, ну, вот договорились, и, наверное, тут включилось именно, там действительно было и есть единство ценностей и смыслов, но тогда скорее это еще предстояло обнаружить, ну, какое-то единство воспитания все-таки, это, ну, как-то мы были про одно, а я сейчас думаю, что сработало очень сильно, то, что с ней действительно не нужно было играть кого-то, и она никого не играла, и или на втором, или на третьем свидании, я как раз сказал о том, что вот я расстался со своей первой любовью, и у меня она вышла замуж, у меня до сих пор, от ней остаются чувства, и вот в этот момент Маринка сказала вот эту фразу, такая небольшая пауза, и она как-то очень просто говорит, слушай, давай договоримся, что, чтобы не происходило, мы будем говорить друг другу правду, и вот это был тот момент, когда я внутренне взлетел до небес, она сказала, что между нами что-то может происходить, и что мы всегда будем говорить друг другу правду, и это прямо очень, это, ну, похоже, это про то, о чем мы с тобой сегодня говорили, что быть собой, предъявлять разные части себя, и был еще момент, где-то может быть свидание, примерно там на седьмом, когда, ну, вот это моя сторона, вот этот злюка-бука, дисфория, мрачно-тоскливо-раздраженное настроение, и я иду к ней там на свидание, и я понимаю, что вот, это моя неотъемлемая часть, и она меня таким увидит, и все, она развернется, она открывает дверь, она меня таким видит, она понимает это, и она обнимает меня, и вот это был момент, ну, совершенно поворотный в моей жизни, когда вот меня увидели, в том, что я считал неприемлемым, стыдным, невозможным, меня увидели и приняли, не просто с этим смирились, ну, ну, ладно, ну, ничего, и это, это, а я люблю тебя, я, ну, там не было, там мы не говорили, там слов люблю, но вот это, что я принимаю тебя таким, вот, полностью, это какая-то история, ну, мне правда, очень это нравится, про неодиночество, что, ну, когда мы не одиноки, когда есть хотя бы один человек в этом мире, который знает нас как облупленных, и в том, что мы считаем стыдным для себя, и чем гордимся, и зная нас прекрасно, замечая нас, вот это вот очень субъектное отношение относится к нам с ясным уважением, искренней теплотой и нежностью, если хотя бы один такой человек в мире есть, мы не одиноки, ну, вот это про это. А насколько, насколько ее внешность, насколько сексуальность была важна для тебя? Да, Потому что, очень многие девушки же, они там красятся, одеваются, и вообще, многие направлены только на это. Ну, Маринка, я не помню, применяла ли она вообще макияж, но это было тоже в росте того воспитания, которое и я, и она получали, что чем больше естественности, тем лучше. Ну, при этом, правда, слушай, 17 лет, это, помимо всего прочего, еще и очарование юности. Ну, и с моей точки зрения, я влюблен, ну, не влюблен уже, люблю ее, с моей точки зрения, она, правда, прекрасна. И, ну, а кроме того, ну, слушай, там еще, правда, вот, действительно эстрогенный тип фигуры, потому что, ну, вот, при том, что фигурка изящная, вот, очень хорошая, но вот, прямо округлости. А поскольку я был студентом-медиком, то это было прямо с картинки, там, про разные типы фигур, в зависимости от гормонального уровня. И вот, да, это тоже играло роль. Самое забавное, что там, много лет спустя, тогда мне было, когда мы знакомились 24, а когда мне было 40 лет, я пошел на тренинг по соблазнению, и, ну, жена знала, и было задание, были там задания, нужно было выполнять полевые 4 дня, и, ну, вот, я там, познакомился с девушкой 20-летней, там, нормально, все открыто, очень, ну, договорились, там, провели свидание, все чудесно, ну, не было цели сексуального соблазнения, но там, с днями рождения, я ее сколько-то раз еще поздравлял. Так, уже возвращаясь домой, я понял, что она вообще по своему телосложению, по характеру, вот, по всему, она очень-очень похожа, на ту, которой была Маринка, в ее 17 лет. Похоже, это что-то все-таки, да, мое. Да, 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 Женя, давай сейчас еще немножко вернемся к теме вопросов, какие вопросы задавать другому человеку? Например, я даже несколько недель назад составила файл, готовилась к одному интервью, составила файл в Акрумусе на первом свидании. Нужно ли иметь такие вопросы? Есть ли какие-то там 2, 3, 5 главных вопросов, которые задавали? Слушай, ну, если технологические, то, ну, для меня есть два варианта. Один вариант, это так называемая, ну, вот, если совсем по техникам идти, малая беседа, разговор на личные темы, разговор на личные темы, интересные собеседнику, о нем. А второй вариант, очень хороший тоже для первого свидания, это воронка вопросов, структурированный расспрос, как при продаже, вопрос про потребности человека. И, ну, допустим, ну, второй вариант, такой структурированный, это когда мы сначала, и там, и там используются только открытые вопросы, то есть, что ты думаешь, как ты считаешь, как тебе, с чем связано, там, от чего зависит и так далее. Ну, то есть, вопросы, которые побуждают человека отвечать развернуто. Ну, воронка вопросов, там, пять уровней, совсем кратко. Первый, это какой-то общий вводный вопрос, а как тебе вообще ситуация, ну, вот такого свидания, как ты вообще относишься к таким знакомствам, ну, то есть, который проясняет отношение человека к ситуации вообще. Это вводный, вводит в тему. А затем вопросы о фактах, это вопросы про, ну, про то, как у человека сейчас, и про историю вопроса. Это, ну, если речь идет об отношениях, о свиданиях, то, слушай, ну, допустим, это могут быть вопросы, а как у тебя с отношениями сейчас? Может быть, он женатый. Да, А может быть, он постоянно ходит на такие свидания, а может быть еще, а может быть, его друзья там выпнули на это свидание первый раз за последние 30 лет. Вот, а как у тебя с отношениями сейчас? Ну, как у тебя обычно складываются отношения? А немножко расскажи о каких-то отношениях, которые для тебя важны были в твоей жизни, там, последних отношениях. Там, что для тебя обычно важно в отношениях, которые вот у тебя были в жизни. То есть это тоже вопрос не про будущее, не что для него важно в будущих отношениях, а про отношения, которые у него были в жизни. И почему такие вопросы задавать? Потому что про будущее, если его спрашивать, это будут, скорее всего, вот если сразу, достаточно формальные ответы, или человек вообще зависнет. Но про то, что у него вообще было уже в жизни, или есть сейчас, он вообще-то знает. Если его нормально заинтересованно спрашивать и хорошо слушать, опять активное слушание, возвращение слов, взгляд в глаза, доброжелательное кивание, такая поддержка, заинтересованное повторение его слов, человек этим согревается и хочет открываться все дальше и дальше. Затем, да, последний вопрос о фактах, это, слушай, а что тебе нравилось в тех отношениях, которые у тебя были? Это вопрос о его критериях, что ему будет важно и в отношениях, ну, допустим, с тобой. А человек ответил на это, замечательно, слушай, а что, возможно, тебе не совсем нравилось в тех отношениях, которые у тебя были? Это вопрос о проблеме. И тоже порасспрашивайте, если он говорит. И смотри, мы человеку еще никакого самораскрытия тут особенно не даем, но у человека уже обоснованное впечатление, что мы эту сторону его жизни, мы, во-первых, внимательны к этому, к нему, как это для него, а во-вторых, уже знаем про него и что для него важно и что хорошо и что плохо в отношениях гораздо больше, чем подавляющее большинство людей в этом мире. Возможно, никто настолько не знает. Он сам, может быть, об этом не знал, не думал до тех пор, пока не начал отвечать, думать слух, отвечая на наши вопросы. А потом следующий вопрос. Слушай, я понимаю, что мы с тобой сейчас просто ориентируемся. То есть это первое свидание. Но если бы ты думал о каких-то отношениях, что для тебя было бы важно в первую очередь? Вот очень аккуратно, вот так вот, тройное сослагательное наклонение и сначала вот это вот освобождающее тоже возможность сказать нет. Я понимаю, тебе ничего не нужно решать. Никакие твои слова не будут обязательством. Я понимаю, что мы с тобой сейчас просто ориентируемся. Ничего не происходит. Но если бы ты, ты даже не думаешь, но если бы ты думал что-то, что-то в плане будущих отношений, что для тебя было бы важно и вот этот хвостик в первую очередь. Почему в первую очередь? Опять, потому что человек не думал. Но что-то одно в первую очередь он скажет. А если он здесь затрудняется с помогательными вопросами, ну, на вскидку, первое, что приходит в голову, он что-то говорит, мы ему возвращаем эти его слова, ну, он там говорит, допустим, надежность, надежность. Что ты имеешь в виду? Опять, этот вопрос страшно задавать, потому что, ну, вроде бы понятно. Но если даже человек спрашивает, а что, разве не понятно? Обычно, кстати, не спрашивают. Но даже если человек спросит, ну, что, разве не понятно? Ну, просто разные люди под надежностью понимают разное. Что ты имеешь в виду? И человек действительно раскрывается, потому что это правда для разных людей про разное. И человек пояснил, и следующий вопрос, там, я не знаю, Вася, а с чем связано, что для тебя это важно? И вот такая последовательность, фактически, мы что, мы проясняем его ценности. Что для тебя было бы важно в первую очередь? С чем связано, что для тебя это важно? А третий вопрос, что ты имеешь в виду? А третий вопрос, с чем связано, что это важно, в процентах в 60 или больше человек, отвечая на этот третий вопрос, уходит дальше по цепочке ценностей, вообще куда-то на уровень смыслов. Что для него стоит, от чего ему цены вот эти ценности? И это правда вопрос, когда очень часто человек сам не знал, что он скажет. Он вот прямо сейчас рождает эти ответы, а это правда про него. И вот это получается соучастие. У нас с ним уже очень интимный процесс в этот момент происходит по факту. Это не про секс, не про соединение тел, но про то, что мы с ним встречаемся и что-то вместе рождаем, создаем про него, про понимание его и его ценности. И эта интимность очень хорошо воспринимается. Она не проговаривается, не осознается, но психикой воспринимается. Вот та самая иллюзия старого знакомого, она не очень хорошо возникает. А что еще для тебя было бы важно? И т.д., и т.д., и т.д. И затем собираем все это итоговое резюмирующее активное слушание. Все ключевые вещи ему спокойно проговариваем. Он говорит, да, 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 там что-то уточняет. И финальный, это пятый уровень вопросов, финальный вопрос, единственный закрытый здесь вопрос. Там, Вася, тебе было бы интересно, если бы я сказал какие-то свои мысли в том направлении, о котором мы с тобой сейчас говорили? Ну, в 100% случаев человек говорит да, и ты действительно тогда говоришь свои мысли. Вот, пожалуйста, свое отношение, свои ожидания, свои надежды, на что ты готова, на что ты не готова из того, что он говорит. Как ты относишься к тому, что он сказал? Ну, и в процессе, когда человек отвечает тебе, ты тоже можешь какие-то свои истории немножко вставлять, но не увлекаться. Потому что первый вопрос максимально далек от уже конкретного предложения, когда мы высказываем свои мысли. Первый вопрос, как ты вообще относишься, как у тебя сейчас история вопроса, что нравится, что не нравится, а если бы ты хотел, и все больше конкретики, все больше уже про возможные наши отношения. Ну, вот это сужение вот идет. Вот, и это один вариант, ну, правда, такая хорошая рабочая штука, если, ну, прям брать быка за рога и увидеть двух зайцев с одной стороны человека, разговаривать, он здесь действительно в центре интереса, в центре разговора, а при этом он прямо, очень много мы про него можем узнать именно в теме отношений, а не просто в его увлечении аквариумными рыбками. Вот, поэтому на первом свидании, я думаю, прям вообще замечательно. А другая техника, это техника малой беседы, разговор на личные темы, интересные собеседнику. И там три правила основных. Первое, мы задаем только открытые вопросы. Второе, последующие открытые вопросы мы задаем только по ответам собеседника. То есть мы не скачем, не уходим куда-то. Допустим, его спрашиваем, слушай, ну, не знаю, там, какой вопрос задать. Ну, расскажи немножко о том, ну, я не знаю, там, какие, может быть, фильмы тебе нравятся, немножечко об этом. И он там говорит, мне нравится, там, ну, Бергман мне там нравится, особенно вот там такой-то фильм. И наш следующий вопрос не будет. Слушай, ну ладно, а расскажи, а как ты, ну, предпочитаешь проводить отдых? А мы спрашиваем, слушай, Бергман, очень необычно, а что так? Вот вопрос, а что так? Это как раз открытый вопрос по ответу собеседника. Итак, первое правило, только открытые вопросы. Второе, последующие открытые вопросы только по ответам собеседника. И третье правило, мы отдаем предпочтение открытым вопросам, последующим, по акцентированной или свободной информации. Ну, что такое акцентированная информация? Это та часть ответа человека, которую он выделяет интонациями, жестами или повторением. Ну, допустим, мы его спрашиваем, слушай, а немножко расскажи, как обычно отдыхаешь? Ну, и человек говорит, ну, как обычно отдыхаю? Ну, слушай, играю обычно в компьютерные игры. Не знаю, ну, мне нравится. И пострелять люблю, и стратегические игры. Ну, и вообще, и просто могу музыку послушать. Но тогда понятно, что интонацией, ударением он выделил там стратегии. Слушай, а стратегии немножко расскажи, а что тебе в них нравится? Это вопрос по акцентированной информации. А свободная информация – это та часть ответа собеседника, которая не является прямым ответом на наш заданный вопрос. Мы спрашиваем, слушай, расскажи немножко, как вообще отдыхаешь обычно. И человек говорит, ну, в компьютерные игры, там, стрелялки, там, и стратегии могу поиграть. Ты знаешь, вот я думаю, что все-таки это отвлекает, отвлекает от чего-то важного, главного. Надо как-то развиваться в этой жизни. И вот свободная информация про то, что у него какое-то беспокойство, что он отвлекается от чего-то важного, главного, не достает развития – это то, о чем мы его не спрашивали. Почему человек на ответ об отдыхе дает любую свободную информацию там? Если вылезает информация, о которой его не спрашивали, значит, для него сейчас это важно. И тогда, слушай, ты говоришь о том, что как-то развиваться хотелось бы, а немножко, там, что имеешь в виду, там, что имеешь в виду, а что это для тебя, слушай, а какого лешего? Тут не обязательно, тут в зависимости от стиля общения можешь любую форму забросить. Там, какого, слушай, развиваться, тебе зачем? Вот это, тебе зачем? Это хороший открытый вопрос, там, какого хрена? Ну, опять, скорее, в зависимости от манеры твоего собеседника, если ты как-то к ней подстраиваешься, с кем-то очень интеллигентно, а с кем-то очень по-простецкой. И, ну, не ломая себя, ломать себя незачем. И тогда, смотри, мы можем начать совершенно с произвольной нейтральной темы. Ну, там, какие фильмы вообще любишь, там, что отдыхать. О чем еще можно начать спрашивать, какие темы? Когда человек сам спонтанно поднимает какую-то тему. Вот, если человек в разговоре сам какую-то тему поднял, значит, она для него сейчас интересна, значит, туда и идем. Или мы что-то про человека уже знаем. Например, допустим, у него там какая-то фотография, а на фотографии у него там в Тиндере, допустим, баян на заднем плане. Мы спрашиваем, слушай, как необычно, у тебя там баян, а расскажи. Ну, вот. Смотри, неважно. Первый вопрос может быть достаточно случайный, но если мы соблюдаем вот эти три правила, только открытые вопросы, последующие открытые вопросы только по ответам собеседника, предпочтение вопросам открытым по акцентированной или свободной информации, то мы с веточки на сучок, с сучка на ствол, со ствола к корням. Мы обязательно, достаточно быстро приходим с человеком на то, что он начинает говорить о том, что правда ему интересно и важно. Ну вот, выходим на эту тему, и вот говорит, говорит, говорит. Да, и когда уже говорит о том, что ему важно, тогда уже будет влюбляться, может быть, ну не как мужчина в женщину, не как женщина в мужчину, но по крайней мере можно создать вообще прекрасные дружеские отношения даже. Да, потому что смотри, что происходит и в технике воронка вопросов, и в технике малой беседы. Мы выводим человека на то, что он говорит о своих ценностях, причем говорит много, увлеченно, эмоционально, а мы его правильно слушаем, то есть заинтересованно, активно присоединяясь своим самораскрытием, как-то отзываясь на это, своими чувствами. Чувства здесь тоже важно проговаривать, потому что это тоже один из моментов, который ассоциируется у людей с близостью. Близкие отношения – это те, в которых можно предъявлять свои чувства. И если говорить про НЛП, допустим, про какие-то уровни присоединения, то понятно присоединение там по позе, по темпу речи и так далее, но все это бьет. Присоединение по ценностям и самым глубоким ценностям – смыслам. И где-то ступенечкой ниже стоит присоединение по чувствам, эмоциям. И вот по всей этой верхушке мы тогда к человеку присоединяемся. И по эмоциям, по чувствам он их может выражать, и мы его поддерживаем в них и по своим ценностям, и по своим смыслам. И мы их слышим, он может их проживать, размещать в нашем общении, в нашем свидании. И мы на них отзываемся тоже как-то какой-то своей стороны, которая им соответствует. И опять, это ничего не гарантирует, но это создает очень хороший шанс, очень хороший фонд. Если там что-то может произойти, то это с большой вероятностью тогда будет происходить. Женя, ты такие крутые техники дал. И это техника «смолток» или «малая беседа», и техника «воронки». И я вот размышляю, не каждому уже с этими техниками справиться. Для этого, на мой взгляд, нужно обучаться, или в университете практической психологии отправлять всех туда учиться, обучаться коучингу, обучаться психологии. Смотри, если говорить именно про эти техники, то да, это техники, но в общем-то это точно такие же умения и навыки, как мы осваиваем в течение жизни. Ничего принципиального здесь другого нет. Это, ну вот, знание. То есть я сейчас рассказал, есть знание о том, как это делается. Это не умение. Умение – это когда в спокойной поддерживающей обстановке мы это пробуем делать. И обязательно делаем все возможные ошибки. А потом, когда мы это делаем уже большое количество раз, появляется встроенный навык. Ну, то есть, когда мы уже в стрессовой обстановке, там, реального свидания, можем действительно очень спокойно, расслабленно, из хорошего самочувствия, из замечания себя и собеседника эти техники использовать. Но это создается только большим количеством повторений. Да, лучше это осваивать там вместе с кем-то, то есть там с психологом, но в принципе вполне нормальный вариант – это просто пробовать и давать себе обратную связь. И это не обязательно именно на свиданиях. Это техники совершенно универсальные. Вот с кем-то разговариваете, пробуете, раскрываете. Допустим, в тренинге, в самых разных тренингах мы выходим на улицу и отрабатываем и со случайными прохожими, но объясняем, что у нас учебное занятие, и отрабатываем технику малой беседы, отрабатываем воронку вопросов, и просто случайно остановленные на улице люди останавливаются и реально рассказывают о себе, разговаривают. Ну, то есть кто-то говорит нет, кто-то проходит мимо, с кем-то беседа заходит в тупик, особенно когда мы еще на ранней стадии освоения техники. Мы мнемся, стесняемся, не знаем, как дальше продолжить. Человек тем более мнется, стесняется, не понимает, что происходит. Но это нормально. Потихонечку снова и снова мы это делаем, и начинает получаться все лучше и лучше. Ну, мне в этом плане освоение умения, нового навыка нравится. Пример, когда я после шестого курса пошел в интернатурию учиться оперировать. Ну, я бывший акушер-гинеколог, и два месяца, вот два месяца, где мне ассистировал лучший хирург больницы Самойловского роддома, Михаил Ефимович Герценштейн, и у меня два месяца ушли на то, чтобы перестали дрожать руки. Он на это дело смотрел, напортачить он мне, конечно, не дал бы, но он особо не вмешивался и говорил, даже медведя можно научить ездить на мотоцикле. Но я научился, я 7 лет потом в районах оперировал, все в порядке. Всему можно научиться, это просто технические умения. Спасибо. Так что те наши слушатели, те наши зрители, которые будут слушать и смотреть наши интервью, вы можете этим техникам научиться, не обязательно им обучаться, когда вы идете на свидание, просто вы можете, например, таким образом начать общаться с вашими родственниками, с вашими друзьями, знакомыми, и потом увидите, что с каждым разом будет получаться лучше и лучше. Евгений, сейчас я хотела бы в заключении интервью задать тебе такой вопрос. Ты уже столько лет, десятилетий со своей женой Мариной, я знаю, что вы даже разводились, и какое-то время около двух лет были, были не вместе. И за какие качества ты ее выбрал тогда, и за какие качества ты ее выбираешь сейчас, и за какие качества Марина тебя выбрала когда-то и выбирает тебя сейчас каждый день. Можешь поделиться, если я могу задать тебе такой вопрос. Слушай, там будет очень большой список. Я не знаю, я не спрашиваю ее список, могу только предполагать. Мой список, наверное, он так варьируется, меняется время от времени, потому что и я, и она меняемся, и наши отношения тоже меняются. И там точно в этом списке будут какие-то и очень прагматичные вещи, и какие-то очень романтичные вещи. Но для меня самое важное, что этот список есть. То есть я на вопрос, зачем я ее выбираю прямо сейчас, наверное, я скорее могу вот прямо сейчас начать открыть этот список. Я ей глубоко доверяю. И для меня это очень важно. Я знаю, что если что, от нее я это узнаю первой. Я люблю ее. Я не очень понимаю, что это такое, потому что это как будто какое-то облачко, которое трудно ухватить и описать словами. Но я когда думаю о том, что жизнь огромна, и мы можем расстаться по каким-то причинам, несмотря на то, что 31 год вместе, но не застрахованы никакие живые отношения. Я понимаю, как строить отношения с людьми. Я точно, в принципе, я могу построить отношения, найти хорошего человека и построить отношения. но когда я думаю, что не будет вот этого облачка, не будет этой искры, не будет чего-то, что между нами и вокруг нас, ну, тогда, ну, горе, и тогда я не хочу ничего. Вот. Я не знаю, как это описать, но это любовь. У нас есть совместный проект воспитания и выращивания детей. Мы запланировали в самом начале троих, но, в общем, третий оказался третьим и четвертым одновременно. Двойняшкам сейчас вот в декабре будет 12-е. Мы видим свое совместное будущее до смерти первого из нас. И это что-то, на что можно опираться, когда думаешь про свое будущее. Она видит меня, замечает меня, и она по-прежнему принимает меня полностью и замечает, и принимает меня полностью со всеми моими сторонами. Ну, в эти дни, допустим, я правда долго, я грешен, я долго работаю без выходных, учусь, езжу, провожу тренинги. Ну, вот завтра у меня был полностью свободный день, и то я прямой эфир на вечер один поставил. И, в конце концов, я перекружаю себя, и, ну, тогда я раздражаюсь и злюсь. И она видит меня, и она подходит, и она обнимает меня, и она говорит, как она меня любит, и что она может сделать для того, чтобы. И это не претензия, это любовь. И она солнышко. Я меланхолик, я такой склонный поунываться и потревожиться, она солнышко. И это солнышко в моей жизни. Ну, мне в сексе с ней хорошо. Вот. Ну, и так далее. Это было начало списка. Как же это приятно, как это трогательно, слушать про это. И я восторгаюсь, действительно восторгаюсь, восхищаюсь Женью и тобой, и Мариной, тем, что вы смогли создать такие прекрасные отношения. в такие отношения, которые когда-то начали с того, что Марина дала объявление. Очень многие из наших слушателей или очень многие из наших зрителей, они хотят построить отношения, они хотят пойти на свидание, они хотят выбрать или мужчину своей мечты, или женщину своей мечты. Я очень надеюсь в том, что это интервью им поможет. Поможет стать человеком с классным состоянием, который сам кайфует от себя и также принимает свои темные стороны. Человеком, который может задавать вопросы. Я очень надеюсь, Женя, что те, кто нас будут слушать, очень многих интересует создание крепких, долгосрочных отношений, отношений, которые построены на взаимном доверии, про который ты говорила, на любви. Они воспользуются твоими советами, они воспользуются теми техниками, которые ты здесь знал. И давай мы им пожелаем, чтобы они смогли влюбить того человека, который станет их прекрасным парнем. Спасибо. Да, да. Что, с наилучшими пожеланиями, Аня, большое спасибо за это интервью. Я тоже с удовольствием себя послушал. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо.